В Ивано-Франковске волейбольная сборная Украины открыла новую страницу своей истории. Впервые украинская команда приняла участие в Евролиге. Первый соперник сборной Израиля. О перипетиях матча подробнее в нашем сюжете. Ивано-Франковск ранее никогда не принимал матчи такого высокого уровня. О том, что для города это праздник, говорят в первую очередь переполненные трибуны местного дворца спорта. Праздник удался на славу, а украинская сборная своих болельщиков не подвела. В стартовом поединке Евролиги команда латвийского специалиста Угиса Крастинша обыграла сборную Израиля в трех партиях. В первой партии пришлось немного понервничать. Украина в концовке уступала 18-21. Но после взятого тренером тайм-аута нашла в себе силы и выиграла ее со счетом 25-22. В следующих партиях наши волейболисты сразу уходили в отрыв без шансов для соперников. Хоть Украина в волейбольной Евролиге и новичок, однако сборная ставит перед собой амбициозные задачи. Естественно, хочется и за медаль побороться в Евролиге. Поэтому будем делать все возможное и невозможное для этого. Думаю, что все у нас получится. За последний месяц сборная Украины провела порядка 10 матчей. В частности, сыграли на международном турнире во Франковске, отборе на чемпионат мира во Франции и теперь участие в Евролиге. Такого насыщенного календаря у наших ребят еще не было. Если сборная хочет расти, другого пути просто нет. Надо играть такие матчи, потому что это ощущалось на отборной квалификации, что нам просто не хватает международного опыта на такого уровня, когда ты встречаешься с очень сильными сборными. И поэтому я считаю, что это единственный и правильный путь, что должны играть в Евролигу и в будущем, если помечтать, попасть на мировую лигу. Мечтаем о мировой лиге где-то в перспективе и думаем о трофеях нынешней Евролиги. Следующий соперник на этом турнире – сборная Дании. Олег Шумейко, Елена Дидух, Александр Бугай, UATV из Ивано-Франковска.